всем привет сегодня на канале жить легко я буду готовить капустные котлетки со овсяными хлопьями сначала берем овсянку и заливаем ее кипяточком так заливаю чтобы она немножечко разбухла чуть-чуть водички все отставляем сторону и занимаемся капустой я вот так порезала капусту обычными кусочками так произвольно и сейчас буду измельчать ее в кухонном комбайне туда же я отправляю чеснок пусть измельчается все вместе накладываю все в чашку так теперь я в компании ставлю терочку можно на мелкой но я беру такую вот крупную потому что хочу чтобы морковка была видна в котлетке такие кусочки морковки были и запускаем варку сейчас я сюда добавлю овсяночку вот она в кипятке уже такая мягенькая вот сюда ее добавляем и будем солить перчить по вкусу можно добавить любые приправы какие вам нравятся так я посолю и добавлю аджейку сухую таками сухая аджейка в ее состав входит перец и там еще разные травки вот она очень ароматная и остренькая все и теперь я это все буду вымешивать в однородную массу овсяных хлопьев вы можете добавлять по количеству и по своему желанию я делала и без овсяных хлопьев просто капустные котлеты для связки просто добавила чуть-чуть маночки с овсянкой они получаются более сытные по количеству можно побольше добавить можно когда получится овсяные котлеты с капустой вот так у меня получается капустный котлет с овсянкой так мы переехали к плите сейчас я насыпаю вот сюда немножко мамочки обваливать котлетки можно в чем угодно и в сухарях и в манке и в муке вот я как-то приспособилась мне нравится я немножко мамки насыпаю и вот это вот у меня отруби овсяные отруби они очень полезные их даже можно если например очень много сока в капусте вот в этом фарше ну сок жалко выливать он же очень полезный можно просто для густоты добавить чуть-чуть отрубей туда его масло некоторые делают капусту проваривают я не делаю прекрасно все прожаривается может быть потому что она мелкая да пробовал я и нашим ковым и покрупнее все равно все проваривается замечательно прожаривается начинаем лепить котлетки очень большие я их делать не буду поливая на сковородочку так все готовить я их буду на таком не сильно махнули чуть меньше среднего и под крышкой потому что капусту не проваривали она была сырая поэтому они должны протушиться не только поджарится все стоят жарится пока жарится котлетки я еще приготовила сейчас всех приезжаю и так вот такие котлетки смотрите ароматные и румяные получились эти котлетки очень вкусные и холодные и горячие поэтому их беру часто на работу и они очень очень полезны так приятного аппетита готовьте вместе со мной